МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В России начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Как удержать сотрудников на предприятиях и не допустить кадрового голода. Как осуществить проверку работы газового оборудования. Воронежцы не пускают работников газовых служб в свои жилища. В областной научной библиотеке имени Никитин открылся крупнейший в Черноземье центр консервации и реставрации. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Бразилия. Президент Бразилии Луис Энасио Лула да Силва на встрече с министрами, участвующими в подготовке к саммиту в Бразилии, в четверг пообещал сосредоточиться на решении проблем изменения климата и бедности, когда его страна будет председательствовать в группе G20 в следующем году. Уже не поддается человеческому объяснению тот факт, что в таком богатом мире, где столько денег пересекает Атлантику, столько людей по-прежнему голодают, сказал Лула. Мы видим африканский континент с долгом в 800 миллиардов долларов. И если не будет переосмысления того, как финансировать бедные страны, у нас не будет решения. Богатые останутся богатыми, а бедные останутся бедными, продолжил он. Президент Бразилии добавил, что переход от ископаемого топлива к устойчивой энергетике открывает возможности, которых у нас не было в 20 веке. Чтобы в 21 веке иметь возможность показать всему миру, что тот, кто хочет использовать зеленую энергию для производства того, что нужно человечеству, Бразилия – это безопасная гавань для людей, которые могут приехать сюда, сделать свои инвестиции и превратить эту страну в окончательно развитую, сказал он. На заседании Национальной комиссии по координации председательства Бразилии в G20 присутствовали представители 39 федеральных органов власти. Лула назвал предстоящий саммит, который пройдет в Рио-де-Жанейро, возможно, самым важным международным событием, координацию которого возьмет на себя Бразилия. «Мы проведем здесь, в Бразилии, историческую для нашей страны встречу. И встречу, которая, я надеюсь, сможет решить те вопросы, от которых нам нужно перестать бежать», – сказал он. Бразилия официально принимает председательство G20 от Индии 1 декабря, и до ноября у нее будет время для подготовки к саммиту 2024 года. Зимбабве. Жители Хараре поделились о ситуации с водоснабжением в городе после введения чрезвычайного положения в связи со вспышкой холеры. На кадрах видно, как десятки взрослых и детей стоят в очереди за пресной водой из местной скважины. По словам местных жителей, причиной холеры в этом районе стало отсутствие воды в этом районе. Они уже не помнят, когда в последний раз брали воду из крана. Скважина – единственный источник воды, который здесь есть. В последние годы жители Зимбабве часто сталкиваются со вспышками холеры со смертельным исходом. Причем в последний месяц ситуация серьезно ухудшилась. В частности, жители Хараре столкнулись с проблемой острой нехватки воды, поскольку поставщик услуг Хараре Сити Консул не справляется с откачкой воды в этом пригороде и других близлежащих районах. Городской совет Хараре недавно опубликовал заявление, в котором обвинил компанию ЗЭСа, поставщика электроэнергии, в том, что она не передает электричество на очистные сооружения Мортон Джафри, что препятствует подаче воды в несколько пригородов. Жители же призвали местные власти пробурить больше скважин, если они не могут обеспечить водоснабжение. По сообщениям СМИ, во время последней вспышки холеры, Министерство здравоохранения Зимбабве зарегистрировало 8087 случаев подозрения на холеру и 1241 лабораторно подтвержденный случай. Китай в четверг в Джухае стартовал авиасалон «Аэро Азия-2023», на котором элитные пилоты продемонстрировали впечатляющие фигуры высшего пилотажа. На кадрах видно, как пилотажные группы на четырех самолетах демонстрируют захватывающие трюки, а зрители наблюдают за шоу. В павильонах авиасалона также можно увидеть различные инсталляции на авиационную тематику и посетителей, наблюдающих за объектами. Мы видели, что зрители внизу были очень воодушевлены, и наш настрой был высок. Все выступления прошли очень гладко, и наше выступление завершилось в соответствии с намеченным планом и было безупречным, сказал Ван Ченг, пилот пилотажной группы «Горы и реки». Зрители выразили свое волнение после просмотра авиашоу. «Начало авиашоу – это очень круто, особенно потрясающе выглядит шоу высшего пилотажа», сказал один из посетителей. Выставка «Аэро Азия-2023» будет проходить в Джухае до воскресенья. На сегодняшний день это единственная профессиональная выставка, которую совместно спонсируют Китай и зарубежные страны. По словам организаторов выставки под девизом «Обрети свои собственные крылья» примут участие более 140 экспонентов из 20 стран и регионов, которые представят более 60 летательных аппаратов в статической или летной экспозиции. Япония. Участники акции протеста в городе Наха на японском острове Окинава провели в четверг мирный митинг, осуждая присутствие на острове американских военных баз и размещение сил самообороны на близлежащих островах Сыкисима. Фомикосим Мбукуру, участница акции протеста, пережившая Вторую мировую войну, прокомментировала, что у нее есть воспоминания о войне. Ее не удивляет, что Окинава в любой момент может быть вовлечена в войну. Другой участник акции сказал, что войны в Тайваньском проливе не может быть. Но он считает неприемлемым, что японское правительство агитирует за нее, говоря, война будет. По данным организаторов, в акции протеста приняли участие около 10 тысяч жителей. На самом южном острове Японии, расположенном между Тихим океаном и Китайским морем, более чем через 50 лет после передачи его Японии, размещены 32 американские военные базы. Базы остаются крайне непопулярными среди жителей, в том числе из-за их вредного воздействия на окружающую среду. Нидерланды. Тысячи демонстрантов вышли в четверг на улицы Амстердама, чтобы выступить за прекращение огня в Палестине на фоне продолжающейся войны между Хамасом и Израилем. А также против недавней победы лидера ультраправой партии «Свободы» Гейрта Вилдерса на выборах в Нидерландах. На кадрах видно, как участники акции маршируют, скандируя лозунги в поддержку Палестины, а также несут транспаранты и плакаты с надписями «Остановите геноцид! Никогда больше! Свободная Палестина!» и другие. Демонстрация в Амстердаме состоялась почти через 7 недель после того, как 7 октября Хамас совершил беспрецедентное нападение на юг Израиля, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, и похитив, по данным израильских властей, более 200 человек. В среду, 22 ноября, Израиль и Хамас договорились о четырехдневном прекращении огня и обмене заложниками. Согласно этому соглашению, 50 заложников будут освобождены в обмен на 150 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Германия. В четверг у здания посольства Египта в Берлине собралась толпа сторонников Палестины, призывающая арабское государство выступить посредником в заключении соглашения о прекращении огня с Израилем и разрешить беженцам и гуманитарной помощи беспрепятственно пересекать КПП Рафах. На кадрах видно, как демонстранты, в том числе представители египетской диаспоры Германии, держат в руках транспаранты и плакаты, скандируя «нет еды, нет воды», «свободная, свободная Палестина» и другие лозунги в поддержку жителей Газы. Нидерланды. Активисты «Гринпис», выступающие за защиту климата, в четверг прыгнули в озеро Хафвейвер в Гааге. И вплавь добрались до офиса премьер-министра с большим транспарантом «нет» отрицателем климата в башне. В рамках демонстрации против победы на выборах Герта Вилдерса и его партии «Свободы». На кадрах видно, как активисты держат флуоресцентно-зеленый транспарант у здания «Малая башня». Также появляется уходящий премьер-министр Марк Риуте, который выглядывает из окна и обращается к демонстрантам. Болгария. В четверг фермеры собрались перед зданием Министерства сельского хозяйства «София», прошли маршем по центру города и потребовали отставки министра сельского хозяйства Кирилла Ватева и его сотрудников. На кадрах видно, как демонстранты держат флаги Болгарии и плакаты с надписями «Ватев» в отставку. Переговоров больше не будет и в отставку. По словам фермеров и предпринимателей, политики должны в первую очередь соблюдать национальные интересы и национальное производство, и только потом становиться проводниками европейских интересов. Протестующие требуют немедленного выделения помощи, де-минимис и компенсации убытков, понесенных в результате конфликта на Украине. По сообщениям местных СМИ, организатры акции акцентировали внимание на отсутствие адекватной финансовой помощи со стороны государства, предупреждая о скором крахе болгарского животноводства. Они отметили, что за последние 10 месяцев обанкротилось 48 животноводческих ферм, а объем переработки молока за последние 4 месяца по данным животноводческих ассоциаций сократился на 13 тысяч тонн. Новости ближнего зарубежья. Беларусь. Беспрецедентное насилие в секторе газа не может оправдать ни политические, ни идеологические интересы. Об этом заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов на пресс-конференции по итогу заседания саммита Совета ОДКБ в Минске в четверг. Регион Ближнего Востока всегда отличался высокой конфликтностью. Однако нынешний этап противостояния практически перекрывает весь предыдущий опыт. Действительно, беспрецедентное насилие, тысячи жертв, среди которых огромное количество детей, женщин, ну не может никак оправдать ни политические, ни идеологические интересы. По словам генсека, отдельного вопроса в повестке Дня Совета по конфликту на Ближнем Востоке не было. Однако при обсуждении вопроса об актуальных международных проблемах главы стран-участниц организации обменялись мнениями о Палестино-Израильском противостоянии. Организация договора о коллективной безопасности однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и поддерживает начало мирного урегулирования, добавил Тасмагамбетов. Накануне лидеры государств-членов ОДКБ провели заседание во Дворце независимости в Минске. В среду Хамас и власти Израиля заявили о достижении соглашения о четырехдневном прекращении огня и обмене заложников боевого крыла движения на находящихся в заключении палестинцев. В пресс-службе правительства Израиля сообщили, что согласно утвержденному плану о первом этапе возвращения заложников, не менее 50 похищенных женщин и детей будут освобождены в течение четырех дней затишья. Израильское правительство Цахал из силы безопасности продолжит войну, чтобы вернуть всех похищенных, завершить ликвидацию Хамаса и гарантировать, что Газа не возобновит никакой угрозы государству Израиль, говорится в сообщении. В свою очередь в Хамас добавили, что группировка рассчитывает на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящихся в заключении в Израиле. По заявлению пресс-службы движения в соответствии с соглашением стороны обязываются соблюдать режим прекращения огня и всех военных действий в районах сектора Газа, а также приостановку движения военной техники. Кроме того, будет произведена доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайно-медицинской и топливной помощи во все, без исключения районы Анклава. Россия и страны организации договора о коллективной безопасности ОДКБ не приемлют терроризм в любых его проявлениях, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на сессии Совета ОДКБ в Минске в четверг. Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ наемник, направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок. Разумеется, я согласен с оценками наших коллег, вот президент Казахстана только что говорил, наши страны и Россия в том числе не приемлят терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Президент также отметил роль Координационного совета ОДКБ по биологической безопасности, призванного предотвратить угрозы, связанные с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты. Со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко, отметил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и евразийского региона в целом. В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Узбекистан, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел республики Арарат Мерзаян отказались от участия в саммите в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, заявил в четверг, что политические разногласия необходимо решить методом переговоров, а не проводить демарши без определенных причин. Обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной о безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы, они всегда были, будут, если их мы намерены решать, то их надо решать за столом. Переговоры, переговоров, а не делать демарши без причин, без определенных причин. Лукашенко выразил надежду, что делегация Армении будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ, который пройдут в Санкт-Петербурге в декабре этого года. В свою очередь, президент Казахстана Касым Жамарт Такаев назвал приоритетным направление деятельности организации наращивания сотрудничества с ООН, СНГ и ШОС. В период председательства Казахстана предлагаем сфокусировать деятельность организации на следующих приоритетных, на наш взгляд, направлениях. Первое. Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и ее структурами. Эта работа ведется на основе совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Второе. Взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. Доработке нуждается нормативно-правая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Политик также отметил важность развития совместной системы подготовки военных кадров и противодействия международному терроризму и экстремизму в рамках организации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил российского лидера Владимира Путина до самолета после саммита организации договора о коллективной безопасности в Минске в четверг. На кадрах главы государств садятся в автомобиль и обнимаются у трапа. Новости России. В Магасе работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей сектора газа. На кадрах, снятых во вторник, волонтеры сортируют и упаковывают в коробки продукты питания и предметы первой необходимости. Мы собираем боксы для наших братьев и сестер из Палестины. Также вчера мы собирали постельные комплекты, комплекты для детей и медикаменты. На настоящий момент самое необходимое это перевязочные материалы, это материалы, которые используются при ожогах, при серьезных ранениях. Люди приносят совершенно разные, звонят, спрашивают. Многие аптеки пожертвовали большом количестве медикаментов, которые необходимы для обработки ран. По информации пресс-службы главы республики Ингушетия, для жителей сектора газа всего удалось собрать порядка 104 тонн гуманитарной помощи. Груз передадут МЧС России для дальнейшей транспортировки. Сбор организован благотворительными фондами Тишам и Клуб добрых людей по инициативе главы Ингушетии Махмуд Али Калиматова. Пункты открылись в понедельник 13 ноября в 24 городах региона. В Мурманской области в связи с прибытием иностранных граждан, желающих попасть в Финляндию, на данный момент обстановка контролируется, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Обстановка в Мурманской области на приграничных территориях на сегодняшний момент такова. У нас есть скопление в Кандалашском районе тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию. Обстановка на сегодняшний день абсолютно контролируемая. Все правоохранители, органы работают четко, слаженно, делают все для того, чтобы обеспечить правопорядок и законность на территории Мурманской области. Ранее Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска лотта в Мурманской области. Чибис в своем телеграм-канале сообщил, что в Кандалакшском районе Мурманской области, где находится КПП САЛА, есть скопление беженцев, желающих попасть в Финляндию. Шахтер из Кемеровской области Александр Кравченко изготавливает медальоны с изображением предчисленного к лику святых Александра Невского для бойцов специальной военной операции. Мужчина пять лет делает иконы из дерева. Однако для бойцов СВО такие изделия не подходят. Долгий процесс изготовления, большой размер и в суровых боевых условиях природный материал разбухает. Поэтому Кравченко решил освоить кузнечное дело и стал чеканить медальоны методом холодной ковки. Изделие удобное и практичное. Можно носить на руке, груди или в кармане. Кроме того, мужчина успевает за короткий срок подготовить для военнослужащих необходимое количество оберегов. В качестве материала Александр выбрал латунь. Она не окисляется и не ржавеет. Готовые медальоны освещаются батюшкой, после чего образ бережно упаковывается вместе с шевроном и передается с гуманитарным грузом на передовую. Новости нашего региона. В Воронежской области, впрочем, как и во всей стране, начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Приказ об этом подписал глава МЧС России. Правила аттестации на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, ушесточили. Десятки теоретических вопросов, закрытые пособия, стенды и плакаты в помещениях, съемка сдачи экзаменов на видео, причем как теоретической части, так и практической, удостоверение на право управления в электронном виде. Все это должно помочь снизить количество чрезвычайных происшествий на водных дорогах. Как удержать сотрудников на предприятиях и не допустить кадрового голода? Обсудили на круглом столе в Доме журналистов. В нашей области трудоустроены почти 1 миллион 400 тысяч человек. Сегодня у нас установлен рекордно низкий уровень безработицы. Официально всего 6 тысяч человек ищут работу в нашем регионе. Несмотря на низкие цифры безработных, людей все равно не хватает. Кадровый голод наблюдается среди поваров, автомехаников, врачей, разнорабочих и продавцов. Согласно социологическим опросам, больше 80% трудоустроенных мечтают сменить свою работу, поэтому так важно сохранить и привлечь работников. Новые кадры подбирают уже буквально со школьной скамьи, говорит заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов. Профориентационная работа это когда предприятие непосредственно взаимодействует и с средними специальными образовательными учреждениями, и с высшими образовательными учреждениями. У нас сейчас настолько плотное, что вот специалистов уже отбирают не то чтобы на стадии выпуска, а уже на стадии зачисления, потому что потребность кадров достаточно высокая. Острая нехватка кадров наблюдается в сфере промышленности и производства. Чтобы удержать сотрудников, им предлагают стабильную заработную плату и полный соцпакет. Важна также и квалификация. Зачастую, взяв нового сотрудника, приходится его полностью переучивать под себя. Сегодня существует ряд государственных программ, которые поддерживают как соискателей, так и работодателей, такие как программы содействия занятости и доступная среда. К примеру, приняв молодого сотрудника в возрасте до 30 лет, работодатель получит за его трудоустройство три выплаты в размере МРОД. Через месяц после оформления сотрудника, потом спустя три месяца и полгода. Много мероприятий, в которых участвуют и работодатели. Это не обязательно крупные предприятия. Это и те предприятия, которые из сферы малого и среднего предпринимательства. Кстати говоря, эти предприятия намного активнее себя ведут и на рынке труда, и пользуются нашими представленными мероприятиями. В последнее время все чаще востребованы рабочие специальности. Найти настоящих профессионалов своего дела крайне сложно, и предприятия буквально борются за специалистов. Также среди пользующихся спросом специальности остаются информационно-коммуникационные технологии, программирование, искусственный интеллект и беспилотные системы. Духанин Денис, Олеся Олесюк, Валерий Бобкин, 41 канал. Работники Воронежского камерного театра написали открытое письмо на имя губернатора Воронежской области, а также в Министерство культуры Российской Федерации и в приемную президента. В тексте письма трупа категорически не согласна с увольнением художественного руководителя театра Михаила Бычкова. На сайте театра появилось открытое письмо, в котором 63 работника выразили крайнее недовольство увольнением создателя и художественного руководителя театра Михаила Бычкова. Напомним, режиссер был освобожден от своей должности 21 ноября. В тексте письма работники также предложили организовать встречу с министром культуры Воронежской области Марией Мазур. В письме подчеркивается, что работники заслужили объяснение столь внезапного решения. Также обращение сотрудников и коллег Михаила Бычкова было направлено губернатору Воронежской области Александру Гусеву и президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Виктор Шацкий, 41-й телеканал Воронеж. Губернатор Александр Гусев поручил разработать комплекс мер, которые помогут обеспечить доступ специалистов в дома для проверки работы газового оборудования. Сейчас нередки случаи, когда жители не пускают работников газовых служб в свои жилища. С 1 сентября действуют новые правила технического обслуживания и ремонта газового оборудования. Собственники жилья обязаны заключить договор со специализированной организацией. Это поможет повысить безопасность использования газовых сетей в многоэтажках и индивидуальных домах. В Воронежской области газ проведен в 457 тысяч квартир и 471 тысячу домовладений. Однако по новым правилам договоры заключили лишь 5% собственников частных домов и 12% владельцев квартир. Также существует проблема, когда жильцы не пускают специалистов для проверки работы газового оборудования. Губернатор Александр Гусев поручил разработать комплекс мер по работе с жителями, позволяющие обеспечить доступ газовиков к жилые помещениям. В Воронеже с 27 ноября в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области начнет свою работу горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций. Звонить на горячую линию по вопросам профилактики вируса иммунодефицита человека можно по телефону 8 800 201 05 97 в рабочие дни с 10 утра до 17 часов вечера. Горячая линия проработает до 5 декабря. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области сообщает, что в 2023 году за 9 месяцев было выявлено 452 случая заражения вирусом иммунодефицита человека. Среди этих людей трое детей в возрасте до 14 лет. В прошлом году был выявлен 481 случай заражения. Олеся Олесюк, 41 канал. В областной научной библиотеке имени Никитина открылся крупнейший в Черноземье центр консервации и реставрации. Появление реставрационного центра позволит ежегодно реставрировать не менее 90 ценных документов и обновлять переплеты не менее 11 тысяч документов. Наша съемочная группа побывала на открытии центра. Российской государственной библиотекой по решению Министерства культуры Российской Федерации запущен проект по созданию региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. Основная цель проекта создание в регионах сети образцовых и специализированных центров. Открытие центра дает очень многое. Во-первых, то, что в регионе появляется мастерская или, скажем, все-таки центр, который будет производить реставрацию и консервацию фондов своих собственных и тех региональных, которые находятся в этом регионе. Теперь не понадобится их куда-то возить или искать где-то возможности отреставрировать эти фонды на стороне. Это они смогут делать самостоятельно. В открытшемся центре квалифицированные реставраторы с помощью профессионального современного оборудования и материалов смогут консервировать, реставрировать и сохранять в должном состоянии важнейшие для истории культуры страны документы. Моя работа заключается в анализе степени повреждения листов и в как это правильно сказать степени повреждения в общем и в наблюдении за микроклифетом в хранилищах. То есть с помощью бинокулярного микроскопа мы можем определить состав и степень повреждения книги. Микроскоп оснащен дополнительной подсветкой, что помогает более точно и подробнее изучить состав книги. Также в лаборатории есть приборы для приготовления питательных средств и для определения микроклимата в хранилищах. Перед открытием центра все работники прошли обучение в российской государственной библиотеке. Одним из условий открытия центра была подготовка квалифицированных специалистов-реставраторов. Страшно испортить документы, потому что попадают в руки документы очень ценные и хочется не совершить ошибок. Плюс основная задача наша, чтобы реставрация была незаметной, чтобы посторонний человек, не связанный с этим делом, не заметил, что что-то тут было восстановлено. Благодаря появлению центра в Воронеже также появятся дополнительные рабочие места для специалистов-реставраторов. Пусть небольшое, но это эксклюзивные рабочие места. Сотрудники этого центра, которые будут работать здесь, прошли обучение в российской государственной библиотеке. Получили навыки по реставрации и консервации фондов, соответственно. И будут теперь те знания, которые получили в российской государственной библиотеке, использовать при реставрации своих собственных фондов. Я имею в виду своих собственных это Воронежской библиотеки. Появление реставрационного центра позволит ежегодно реставрировать не менее 90 ценных документов, консервировать не менее полторы тысячи микроклиматических контейнеров и обновлять переплеты более 1100 документов. В целом реализация данного проекта позволит поднять на новый, более профессиональный уровень подхода к хранению и обеспечению сохранности библиотечных фондов и расширить доступ к нижным культурным ценностям региона. Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41-й телеканал, Воронеж. В чемпионате России по футболу начинается второй круг. Воронежский факел сейчас занимает 10-е место и 26-го ноября встретится в Казани с Рубином. Матч на Центральном стадионе профсоюзов Рубину 25 сентября факел проиграл со счетом 0-1. И сразу же после этого началась удивительная серия из шести подряд игр в чемпионате России, в которых воронежцы или выигрывали, или расходились с соперниками мира. Победы над Сочи, Оренбургом, Московским Спартаком, Ахматом в Грозном, а также ничьи с Динамой ЦСКА вывели факел на 10-е место в турнирной таблице. Казанцы расположились на две строчки выше, набрав 22 очка. Воскресенье, 26-го ноября, узнаем, удастся ли факелу продлить свою беспроигрышную серию, и Верубин сможет стать первой командой, дважды отбиравшей у воронежцев три очка. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-94-06. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска «Погода в мире» и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok